Дамы и господа, я вас приветствую! В прошлом ролике я заикнулся о том, что можно было бы возродить рубрику Илья рюкзаков, в которой я, как это ни странно, рассказываю про рюкзаки, и я встретил огромное количество слов поддержки с вашей стороны. Я, честно, не ожидал, за что я вам премного благодарен, ребят, спасибо. А вон там, позади меня стоит рюкзак Air Fit Pack 2, и, к сожалению, ссылку в описании на него вы не найдете, потому что в том магазине, в котором я его покупал, они больше не продаются. Но я нашел другой магазин, который продает эти рюкзаки за 16 с лишним, по-моему, тысяч рублей. В России я его покупал за 10-11, его официальная цена 135 долларов, то есть где-то 9 тысяч рублей. За 16 я его покупать не рекомендую. Вот люблю я рюкзаки, ничего не могу с собой поделать. Знаете почему? Потому что эту вещь я таскаю на своих плечах каждый день, по несколько часов. Это вещь, в которой лежат все мои приблуды, провода, компьютеры и прочее. Ну, внутрь рюкзака мы сегодня с вами заглянем и посмотрим, что же я там таскаю. Но, тем не менее, как каждодневная вещь, я хочу, чтобы она была, во-первых, удобной, во-вторых, функциональной, и, в-третьих, ну, хотя бы чуть-чуть визуально привлекательной. Короче, прежде чем мы с вами перейдем к непосредственному изучению и ковырянию в этом рюкзаке, я хочу вам показать еще один рюкзак, который у меня есть, который, блин, ну вот, я очень хотел, чтобы он у меня был, и благодаря ребятам из Яндекса он у меня появился. Смотрите. Вот он мой артефакт, это рюкзак Яндекс.Еды, и курьеры гоняют по городу именно с такими. Тут, смотрите, есть уникальный номер, по нему всегда можно идентифицировать курьера на улице. Ну, так, на всякий случай. Рюкзак производят из поливинилхлоридной банерной ткани, потому что это материал прочный и подходящий к условиям эксплуатации. А внутри фольгированный тент крупного плетения для сохранения тепла. Есть еще какой-то секретный материал, но про него мне узнать не удалось. Ну, потому что он секретный. Занятно, что вроде бы вещь такая, которую мы встречаем каждый день в городе по многу раз, и она кажется максимально обыденной, но на самом деле над ее созданием трудилось и трудится куча народа, и регулярно рюкзак обновляется. Как и сам сервис Яндекс.Еды. Снаружи это просто рюкзак и просто доставка, а в действительности сложный симбиоз курьеров, ресторанов, голодных юзеров и сервиса. Вообще, Яндекс.Еда – это история не совсем про доставку еды и удобства, хотя, несомненно, в значительной мере это так. Еда дает возможность узнать что-то новое. Еда – это значительная часть любой культуры. Заказать борщ с пельменями, конечно, никто не помешает, но ведь можно регулярно пробовать что-то действительно новое. При этом нужно только взять телефон в руки и полистать список ресторанов. Ссылка на приложение в описании. Скачай и поешь нормально. Добрались. Вот он, AirFit Pack 2, вторая ревизия офисно-спортивного рюкзака. И в течение этого ролика узнаете, почему офисно-спортивного, почему он такой универсальный, по заявлению производителя. Сначала по внешнему виду. Рюкзак достаточно классический, благодаря тому, что у него такой спокойный дизайн. Мне кажется, он подойдет как мужчинам, так и женщинам. Также он не очень большой. Емкость порядка чуть меньше 19 литров, 47 сантиметров в высоту, 32 сантиметра в ширину и порядка 20 сантиметров в глубину, но мне кажется, что здесь все-таки больше. По крайней мере, официальный сайт дает нам именно такие данные. Сделан из кордура. Кордура это ткань, это баллистический нейлон, достаточно плотный, износостойкий, что главное, потому что, смотрите, я таскаю его два месяца, я летаю с ним в самолетах, он у меня валяется в машине. И, во-первых, никаких загрязнений, во-вторых, никаких совершенно признаков износа этой ткани нет и в помине. Кроссовки-то здесь стоят, кстати, не просто так, но сначала самый большой внешний карман. Смотрите, молнии закрыты, учитывая, что ткань здесь плотная, молнии также влагу особо не пропускают. И, ну, не назвать этот рюкзак, конечно, влагозащищенным, но если попадете под снег или под дождь, я думаю, что ничего страшного с содержимым рюкзаком не случится. Основной большой карман, смотрите, здесь есть кармашек поменьше, сюда можно что-то положить, он на резиночке, и, соответственно, из него ничего вываливаться не будет. Но самое главное, что здесь есть, это вот такая подкладка. Сейчас поймете, зачем она нужна, потому что я сообразил, на самом деле, не сразу. В кармашке у меня лежит док-станция. Я сейчас буду, кстати, потихонечку ознакомить вас с содержимым своего рюкзака. Видите, вот этот вентилируемый карман есть, два отверстия под вентиляцию. Открываем его, и вот здесь-то нам эта подкладка и понадобится. И сейчас вы поймете, почему это офисно-спортивный рюкзак. Мы берем мои любимые Adidas NMD XR1 DAC CAM, которые, кстати, смотрите, буст покрасили. Буст как новый, хотя этим кроссовкам уже несколько лет. И гоняю я в них очень и очень много. Смотрите, аккуратненько помещаем нашу спортивную обувь в рюкзак. Здесь она, в этом кармане, совершенно ничего не пачкает. Сюда кладем трусишки, носочки, спортивные штанишки, футболку. И вуаля, если вы, например, после работы сразу идете в спортзал, то вам не нужно таскать две сумки. Берете один рюкзак, очень удобно. Переходим дальше. Сверху у нас тоже есть один кармашек. Доступ к нему очень легкий. Карман глубокий. Здесь у меня лежит манфротовский держатель для телефона. Кабель Jack-Jack, точнее мини-джек, мини-джек. Микрофон Lightning, шуровский, с какой-то волосиной. Микрофон Rode с переходником на iPhone. Это приемник, это передатчик для него. Что еще? Свет тоже манфротовский. Просто такой набор блогера. Зарядка для iPhone с поддержкой 18 Вт. DeadCat для микрофона. USB-C кабель. И еще один DeadCat. Все это поместилось вообще без каких-либо проблем в этот верхний карман. К нему действительно очень удобно получать доступ, когда тебе нужно что-то быстро достать. И быстро положить обратно. Блин, это же все надо будет собрать. Ну и основной карман, в котором у меня лежит и ноутбук, и все остальное. Здесь, во-первых, сетчатый кармашек на молнии. В нем у меня лежит большое количество проводов, потому что никак. И мои кастомные AirPods Pro, кстати, зеленого цвета с логотипчиком. Очень классная штука. Я, кстати, прочувствовал все-таки весь кайф от AirPods Pro. И я думаю, что нужно будет записать отдельный ролик. Дальше манфротовский штатив с телескопическими ногами. Но потому что мало ли, когда тебе нужно будет что-то снять. Аэрофлотовская ложка для обуви. Еще несколько карманов на резинке. И обратите внимание вот сюда. Шов начинает расходиться из-за того, что я часто этим карманом пользуюсь. И он просто начинает отходить. И вот за это я, конечно, рюкзак хочу поругать. Прошито не очень здорово. Хотелось бы, конечно, понадежнее. Тут же у меня лежит весьма занятная штуковина. Это инкейсовский, ну я не знаю, типа НССР, в котором я таскаю... Что бы вы могли подумать, естественно, провода, переходник для макбука где-то здесь был. Его нужно найти, вот, кстати. И пауэрбанк, потому что у меня есть какая-то мания. Это, мне кажется, действительно какая-то болезнь, психическое расстройство. У меня, во-первых, часы всегда идут секунду в секунду. Во-вторых, все смартфоны и вся техника у меня всегда заряжена на 100%. И если как-то иначе, то я начинаю нервничать. Мне кажется, так быть не должно. Ну и отделение для ноутбука. Вот оно. Вообще заявляется, что это под 15-дюймовые ноутбуки. Но вот у меня здесь MacBook Pro 16 дюймов. Он вылезает без каких-либо сложностей. И вы видите, что сантиметра два здесь еще свободно остается. Внутри мякотка. Мякотка для спины и для защиты ноутбука. Вот здесь, кстати, написано, что изготовлен рюкзак из кордуры баллистического нейлона. И еще один карман большой, без каких-либо перегородок. В общем-то, на самом деле, внутреннее пространство рюкзака достаточно простое. И мне это нравится. И лямки. Последнее, что у нас остается, лямки внешне очень-очень невзрачные. Прям максимально простые. Но при этом дико удобные. То есть, вот когда я наделал этот рюкзак на спину, все. Я сразу понял, что мне пофигу, сколько здесь карманов. Лямки очень удобные. Они вентилируются. Вентилируется спина. Здесь, видите, тоже есть сетчатая ткань. На самом деле, не сказать, что она максимально необходима. Просто потому что, если вы идете в жарким летом с рюкзаком на спине, никакая сетка вам не поможет. Вы все равно вспотеете. И есть еще вот ремешок для того, чтобы закреплять лямки на груди, чтобы рюкзак не сползал вниз. Тоже достаточно удобная штука, если рюкзак у вас забит под завязку. Повторю свою мысль, которую я озвучил в начале ролика. Если есть возможность купить этот рюкзак за 135 долларов в США или, например, за 10, ну максимум 11-12 тысяч рублей в России, надо брать. Штука хорошая, я на своем опыте убедился. Единственное, что кармашки внутри немножко отрываются. Но, может быть, это я был неаккуратен. Но в остальном это вместительный рюкзак, который нормально выглядит. У него нет каких-либо броских дизайнерских элементов снаружи. Но он просто обычный, нормальный и, главное, удобный рюкзак. И в него еще можно снизу запихнуть кроссовки. Напишите, что вы думаете. Если у вас есть какие-то классные рюкзаки на примете, то дайте знать. Я посмотрю, поищу. И, возможно, видео из рубрики «Илья рюкзаков» будут выходить на канале чаще. Но, опять же, все зависит в первую очередь от вас. Если вы хорошо поддержите этот выпуск, если вы поставите лайк, если вы подпишетесь на канал, то меня это будет только мотивировать. Но это так работает. А я на этом с вами прощаюсь, ребят. Счастливо, хорошего дня, пока.